Тему сотрудничества Германии и России, что же изменилось, к чему это все может привести, будем обсуждать с социологом и публицистом Игорь Эйдман с нами на связи. Игорь, приветствуем вас в эфире. Добрый день. Игорь, ну по факту, вот президент Германии Франк Вальтерштанмайер озвучил позицию, которую уже частично озвучивал канцлер Германии Олаф Шольц. И некоторые говорят, что это символически, он подтвердил действительно то, что Германия признает, что Россия ведет абсолютно бесправную и беспринципную войну в Украине. А вы как считаете, все-таки стоит ли наделять особым вниманием и символизмом слова именно из уст президента Германии? Ну честно говоря, я совершенно не удивлен. Штанмайер, скажем так, ничего нового не сказал. Об этом говорят все крупные такие системные немецкие политики в последнее время, вот начиная с 24 февраля этого года. Потому что России, в путинской, пока там у власти Путин, иметь дело нельзя, что путинский режим, он преступный и так далее, и так далее. Это как бы некий консенсус в немецких элитах по этому поводу есть. Я думаю, что Штанмайер совершенно не случайно немного даже обострил этот дискурс. Почему? Потому что его лично обвиняют в том, что он был один из таких идеологов и проводников вот этого Путин-Ферштейрского, как здесь говорят. То есть понимают, типа мы понимаем Путина, такого пропутинского курса многие годы. Значит, и, соответственно, он сейчас всячески пытается от этого своего греха, что ли, его искупить, этот грех, да, тем, что он сейчас демонстрирует такую жесткую позицию в отношении к Путина. Чтобы как бы его не заподозрили в том, что он и сейчас проводит, пытается толкнуть Германию на какие-то компромиссы. Ну, слава богу, что это так, что даже Штанмайер теперь уже не является сторонником гнилых компромиссов с агрессором. Скажем, еще недавно, действительно, еще год назад это, казалось бы, было невозможно. Просто вот 24 февраля Путин и его клика, они перешли какие-то, какой-то рубикон, какие-то красные черты, красные линии сознания европейских, западных элит. И даже те, кто раньше его пытался как-то оправдывать или пытался как-то с ним мириться, с Кремлем, с Путинской Россией, сейчас, как и Штанмайер, всячески от этого своего прошлого открещивает. Исключение составляет только маргинальные политики из ультраправых партий, например, из альтернативы Фюрдочленд, или из ультралевых, например, из Делинки. Я с вами абсолютно согласна в том, что Штанмайер, по крайней мере, обозначил позицию, обозначил ее достаточно четко. А что же говорить о тех, скажем, единомышленниках некогда Штанмайера по отношению к России, которые все-таки были положительные и довольно дружественно настроенные? Можем ли мы говорить после того, как Штанмайер еще раз подтвердил о том, что он действительно понимает и видит все, что происходит в Украине, кто есть агрессор, а кто отстаивает демократию всего Европейского Союза, да и, в принципе, всего мира? Можно ли об этом говорить, что все-таки единомышленники Штанмайера тоже поменяли свое мнение о России? Ну да, я только что об этом и сказал, что даже те, кто из системных политиков, кто пытался долгое время, значит, как-то с Путиным о чем-то там договариваться, добазариваться, и как-то его умиротворять, даже они сейчас довольно жестко выступают после 24 февраля против страны-агрессора. Как я уже сказал, исключение составляет только маргиналы, преимущественно ультраправые из АФД, но также некоторые леваки из Линке. И еще есть ряд региональных политиков в Восточной Германии, которые долгие годы, если не десятилетия, сотрудничали с путинской Россией, а некоторые из них еще и с Советским Союзом успели посотрудничать. И, видимо, там совсем уж, что называется, коготок увяз и птички пропасть. Это, прежде всего, в Саксонии местное земельное правительство, в Галайск-Кречмере, и в Меккленбург-Померане на севере Восточной Германии тоже местное земельное правительство, очень сильно завязано с Путиным, с путинской Россией. И хотя сейчас, и они даже пытаются открещиваться, по крайней мере, в Меккленбург-Померане, Саксония более отстаивает такую гнилую компромиссную позицию. Но влияния на внешнюю политику Германии у этих земель нет, потому что внешняя политика в ведомстве федерального правительства находится, поэтому они на что серьезно повлиять не могут. Ну и внешнюю политику сейчас курирует партия «Зеленых». Как раз мы видели за мгновение до того, как вы закончили ответ, министр иностранных дел. У «Зеленых» традиционно довольно четкая позиция относительно России. И Йошка Фишер, великий политик этой партии, тоже основал, можно сказать, это направление. Нам, в общем, волноваться не за что, пока «Зеленые» курируют внешнюю политику. Можно так сказать, Игорь? Да, безусловно, можно так сказать, но «Зеленые», конечно, не всесильны в правительстве. Они курируют внешнюю политику, но они не определяют ее единолично, что называется. Конечно, им приходится со своими партнерами по коалиции важные вопросы согласовывать. Прежде всего, с социал-демократами, а также с либералами. Но социал-демократами особенно, потому что Шольц – социал-демократ. И надо сказать, что если бы, я так полагаю, это видно по заявлениям Бербак, если бы она, конечно, была бы канцлером и определяла бы реально, действительно, полностью внешнюю политику, и то, я думаю, что, например, то же оружие Украине бы шло бы гораздо, что называется, живее и быстрее, полнее. Сейчас будем про оружие. Она может стать канцлером? Сейчас про оружие спросим. А она может стать канцлером? Ну, как бы, пока это не просматривается, такая перспектива. Я думаю, что нынешнее правительство, оно продержится до следующих выборов. В Германии нет такой культуры быстрой смены правительств, как есть, например, в Италии. В Германии обычно правительство… Ну, бывает, конечно, исключение, но редко очень. Правительство обычно держится в том виде, в каком оно формируется, от выборов до выборов. При том, что, конечно, там сложные коалиции из трёх партий, но в основном они более-менее согласны. Так что я думаю, что не будет никаких таких переворотов. Хотя вот сейчас путинская агентура в Германии, активизировавшаяся, как в русскоязычной, так и в немецкоязычной основной среде, она всячески на это проистанно же наезжает, проистанная коалиция называется «Ампель», то есть светофор по трём партиям, которые в неё входят. Так вот, на эту коалицию «Ампель» они очень сильно наезжают и устраивают каждый понедельник в Монтакдемо в разных регионах, то есть понедельничные демонстрации протеста и что-то мутят в воду. Но пока, надо сказать, это не очень удачно, эти все демонстрации не очень многочисленные, даже по сравнению с теми, которые были в пик коронакризиса. — И у нас вчера в эфире было общение с Андреасом Умбландом, немецким политологом, и вот он высказал своё мнение по поводу следующего вопроса. И очень хочу ещё узнать ваше мнение, как анонсировал уже Сакен, говорить, хотяз бы уже об оружии. Советник-руководитель офиса президента Михаил Подоляк выразил такую надежду, что Украина найдёт всё-таки консенсус с немецкими партнёрами относительно поставок танков. Сейчас они просто необходимы Украине, потому что эта война чрезвычайно интенсивна. Россия имеет большое количество советского оружия, танки обеспечивают быстрое продвижение на поле боя, что позволяет ускорить освобождение оккупированных территорий в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях. И вот, по словам Михаила Подоляка, Украина готова заплатить любую цену за безопасность Европы. Опять же, акцентирую внимание, нам только бы ещё танков получить от наших партнёров, в частности, от Германии. И вот Андреас Умланд всё-таки высказал мнение о том, что вряд ли Германия будет лидером в этом вопросе. А вы как считаете, всё-таки есть шансы? Потому что на самом деле ведь мы понимаем, что есть определённые устройства, есть позиции тех или иных стран, но есть вызовы, которые абсолютно меняют мир устройства, переворачивают всё с ног на голову. И стоит ли нам ждать каких-то новых решений и новых подходов к этому? — Да, к сожалению, я думаю, Андреас прав. Он, наверное, даже лучше меня знает как бы менталитет немецкого. Всё-таки немец, коренной, что называется, житель Германии. А я здесь живу как политический эмигрант. Но я с ним как бы тоже, к сожалению, соглашусь, что вряд ли Германия будет лидером в этом вопросе. Почему? Потому что вообще нынешняя политическая элита и бюрократия немецкая — это люди крайне осторожные. Ну вот как бы, может быть, за исключением зелёных. Да, зелёные — они всё-таки относительно молодая партия. И люди там молодые и такие более, что называется, радикальные. А в целом ненемецкие политики очень осторожные. Люди, они не хотят ни в коем случае... Они, скажем так, больше всего не боятся что-то там навредить. Что, не дай бог, окажется, что их действия какие-то, может быть, правильные, но излишне радикальные или неосторожные вызовут какую-то негативную последствию, на которую они не рассчитывали, которых они боятся. Поэтому я думаю, что немцы здесь будут идти в форматоре США и Великобритании в поставке оружия. И ожидать нужно каких-то прорывных действий именно от США и Великобритании, но вряд ли удастся их ожидать от Германии. Так что здесь, я думаю, немцы, скажем, будут и уже сейчас, они поставляют всё больше и больше оружия, и они будут поставлять всё больше и больше оружия. Но этот процесс будет идти медленно. И по причине того, что они очень осторожны, и по той причине, что я не могу сказать, что Германия очень сейчас мощна в смысле вооружения. Да, действительно, есть хорошие образцы, и мы видим это, например, вот зенитное оружие уже себя хорошо, тот комплекс, который был поставлен, он пока один, он себя хорошо зарекомендовал. Но это как бы образцы. В массовом порядке вообще немецкая армия, в том числе её вооружение, находится в довольно плачевном состоянии. И немецкие СМИ и политики на это обращают внимание. Недаром сразу после 24 февраля Шольц выступил, что необходимо срочно перевооружать немецкую армию. И на это уже выделено 100 миллиардов евро. То есть сумма очень большая. То есть при Меркель, которая была такая пацифистская, и при Шлёдере, который был вообще сомнительный, и остаётся крайне сомнительной фигурой, если не сказать просто коррупционеров, Германия свою армию запустила. И сейчас её нужно поднимать. Поэтому возможности у Германии не такие большие, как это может показаться со стороны. Очень хорошо, что вы проговорили, что поставки всё-таки будут. Просто Германия вряд ли будет лидером, потому что мы знаем, как российская пропаганда может переиначивать такие заявления. Действительно очень важно, чтобы наши зрители услышали, что поставки будут просто, вероятно, не с той интенсивностью, о которой было заявлено. Я думаю, что с той интенсивностью, о которой было заявлено со стороны Украины. Я несколько недоговорила, потому что мы говорим о том, что нам нужно нашим партнёрам, а партнёры говорят... Да, просто Россия говорит о том, что все утомились от Украины, и вообще никто больше ничего делать не будет. Поэтому это важно, проговаривать эти вещи. Вернёмся ещё раз к речи Франка Вальтера Штайнмайера, которую он произнёс в своём дворце президентском. Это действительно редкий формат. Он призвал немцев отказаться от старых представлений о Российской Федерации. По его словам, в первую очередь, восточная часть страны должна это осознать. Та часть, которая была под протекторатом, назовём так, Советского Союза. Федеральный президент также сказал, что после объединения Германии в 1990 году, лично он надеялся, тогда ещё молодой политик, на мирное будущее, не в последнюю очередь благодаря той роли, которую сыграл президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв. Но сегодня ситуация изменилась. Россия своим нападением на Украину 24 февраля создала перелом эпохи. Но вернёмся всё-таки вот к этой аллюзии, потому что он сам вспомнил Горбачёва. Вы прекрасно знаете, как относятся немцы к президенту СССР, как чтят его, уважают и благодарят его. И тут интересно, что Горбачёв объединил Германию и построил такие, восстановил, скажем, исторические связи Германии и России. Они ведь были, немцы управляли Российской империей, давайте уж честно. Он это всё восстановил всего через 45 лет после прямого военного конфликта двух стран. Поэтому я вот когда думаю о немецко-российских отношениях, сразу наверняка вы знаете такое слово, «хаслиба», от любви до ненависти, по-русски говоря. Это вся история отношений России и Германии такая. Не только в 20 веке или в 21. Как вы думаете, когда и при каких условиях от вот этого ненавидеть Германия и Россия опять могут прийти к любви? Ну вообще, я могу сказать, что в международных отношениях вообще такие термины, как любовь и ненависть, в дипломатии, в международных отношениях, они деструктивны абсолютно. И немцы, как страна и как народ, они не хотят никого любить и ненавидеть. Они хотят выстраивать рациональные, взаимовыгодные отношения с разными странами. В том числе и с Россией они хотели выстроить рациональные, взаимовыгодные отношения. Но теперь они убедились, что при, по крайней мере, нынешнем руководстве это невозможно. Никакие рациональные отношения с безумцами, с которыми машут ядерной дубинкой над головой. Отношения к иерациональным отношениям с ними невозможно абсолютно. Я думаю, что изменение отношений может произойти когда? Когда режим Путина падёт. Я в этом абсолютно убеждён, что рано или поздно. Я думаю, что скорее рано, чем поздно это произойдёт. И на построссийском пространстве будет создано одно или несколько демократических государств, которые уважают права человека, уважают международные сообщества, международные договора, которые заключаются и так далее. Тогда возникнуло отношение между Россией или построссийским пространством и Германией, так же, как и другими цивилизованными странами, изменится в положительную сторону. То есть я не думаю, что это будет какая-то такая жгучая любовь. Мне кажется, что вряд ли... Нет, это термин политологический. Вы меня тут в романтизме не обвиняете. Это термин существующий. Хаслибе. Так говорят сами немцы об отношениях России и Германии. Но первое условие, наверное, все-таки победа Украины. Только после этого можно говорить... Да, конечно, конечно. Без победы... То есть путинский режим падет после победы Украины, после поражения войны. Так в России в истории было много раз. После неудачных войн, которые Россия проигрывала, происходили такие тектонические сдвиги, и страна менялась очень сильно. Революции, реформы и прочее. После Крымской войны были реформы Александра Второго и отмены крепостного права. После войны русско-японской 1905 года была революция 1905-1907 годов и такая квазиконституция с Государственной Думой. После неудачной войны, опять-таки, для России Первой мировой была февральская революция, падение монархии, потом Октябрьская и Гражданская война. И неудачная афганская война во многом предопределила перестройку. Я абсолютно убежден, что и сейчас будет нечто похожее, и то неизбежное поражение, позорное поражение, которое потерпит Путин, путинский режим в этой агрессивной войне против Украины, она приведет поначалу к потере управляемости, то есть режим этот перестанет мочь управлять обществом, управлять страной, к расколу в элитах и к некой новой русской смуте, на обломках которой вот этого путинского режима уже возникнет нечто новое. И это нечто новое будет другое совсем, чем этот террористический имперский режим. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев призвал Германию не принимать уклонистов из Российской Федерации. Он довольно четко объяснил, почему. Потому что, по его оценке, россияне, которые покидают родину из-за нежелания быть мобилизованными, войну против Украины представляют риск для безопасности не только Германии, что очень важно также обозначить, но и всех молодых украинок с детьми, которые в конечном счете вынуждены окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев. И вот, как вы считаете, в этом вопросе могут ли быть какие-то изменения? Потому что на самом деле Германия принимает как беженцев, уклонистов? Ну, во-первых, там принимают очень мало. Это считанные какие-то случаи. Даже не совсем уклонистов. Есть система такая, выдачи гуманитарных виз. Их выдают людям, которые как раз борются с войной и из-за этого сталкиваются с репрессиями, правозащитникам, журналистам. Их не так много. Ну, естественно, что они не будут обижать украинок, а наоборот помогать их будут. Я не знаю вообще, какая информация у посла, но я вот, например, участвую в таком, ну, не сказать, что очень активном, к сожалению, волонтерском движении по помощи украинским беженцам. И множество россиян, которые живут в Германии и сбежали, в том числе из России, в последнее время, участвуют в волонтерском движении в помощи украинским беженцам. Среди тех людей, которые встречают на вокзалах в том же Берлине и так далее, и россияне составляют, если не большинство, по-моему, всё-таки большинство. Но, по крайней мере, значительную часть точно. Потому что я сам тоже там был, я их просто видел. В основном молодые люди, те, кто здесь учатся, или те, кто сбежали в последнее время из России. Более того, и в России сейчас идёт волонтерское движение по помощи украинцам, которые вынуждены попали в Россию, да, их вывезли в Россию, а они хотят уехать или в Европу, или через Европу вернуться в Украину. И эти волонтеры, в том числе мои знакомые, друзья, они помогают им переехать через... То есть встречают их, значит, и отвозят до границы и осуществляют этот переход, а дальше их встречают другие. И волонтеры в той же Эстонии, например, также, например, известная российская правозащитница Женя Черикова этим занимается, но и другие тоже. Так что я думаю, что, конечно, какие-то, может быть, маньяки, безумцы тоже побегут, но это, может быть, какие-то считанные случаи, потому что основная масса тех, кто бежит из России в Германию, это против сейчас, по крайней мере, это противники войны, симпатизанты Украины, которые, наоборот, хотят помогать Украине, а ни в коем случае не хотят обижать украинских бюджетов. Да, тут еще, Игорь, я, кстати, тоже знаю многих, кто именно, как вы и говорите, подключился к волонтерскому движению, и в этом смысле, кстати, немцы очень тонко и деликатно поступают, чтобы не возникало каких-то проблем, если есть какие-то проблемы, они максимально сепарируют тех, кто бежит из России от мобилизации или по гуманитарным причинам, и тех, кто бежит из Украины от российских войск, бомбардировок и убийств, которые творят здесь россияне. И еще тут вопрос, надо россиянину добраться до Германии, это тоже не так просто. Игорь, но если закончим, давайте на более таком рациональном вопросе. Это все понятно, хорошо сказал президент Штайнмайер, и мы понимаем, что и немецкие элиты понимают, что сейчас творит путинский режим. Но, тем не менее, эти страны связывали огромные финансовые связи. Сначала войны полномасштабной ушли большие концерны из России, но есть ли он веренность, что вот эти денежные связи, которые не так очевидны, как политические, их не видно, деньги не видно, что эти связи прекратились? Они прекращаются активно, то есть, причем Германия, довольно, это все, немецкий бизнес, он не весь, но многие корпорации, большинство корпораций, более даже последовательные, чем, например, многие французские корпорации. Они уходят из России, прекращаются связи. Надо сказать, что тут еще и безумная политика самой России помогает быстрее отделаться от зависимости. Например, вот эту историю, что они там учредили с газом, это вроде немцы не были готовы так быстро отказываться от российского газа. Но сам Путин выстрелил себя в ногу и помог немцам это сделать. Теперь Германия уже не покупает по вине самой же России российский газ, но тем не менее все хранилища газовые заполнены почти на 100%, и никто не ждет каких-то серьезных проблем. Я думаю, что, конечно, на уровне какого-то среднего бизнеса такие связи есть, остаются коррумпированные какие-то связи. Какие-то там вот есть всякие аферы с недвижимостью, с отмыванием денег и так далее и так далее. Все это, конечно, будет продолжаться, хотя немецкие власти как бы с этим борются. Но на уровне государства и на уровне крупной корпорации, я думаю, все уже закончено. То есть немцы просто очень рады, что называется, и они об этом много раз заявляют, я имею в виду на высоком уровне, что они теперь больше не находятся в нефтегазовой зависимости от России, и они больше к этому не вернутся никогда. Даже если завтра Путина свергнут, и президентом будет Навальный, которого Германию очень любят, а я думаю, что на газовую иглу и нефтяную российскую немцы все равно подсаживаться больше не будут, даже в этом случае. И это звучит как отличный итог нашей с вами беседы. Благодарим вас, Игорь, за то, что вы присоединились к нам. Напомню зрителям, что с нами на связи был Игорь Эйдман, социолог и публицист.